Продажа кофе. Один из самых выгодных бизнесов в мире с прибылью в 300%. По крайней мере, такой процент заработка был гарантирован два года назад. Управляющие сетей не видят серьезных проблем с поставками, но без повышения цен на ассортимент не обошлось. Сегодня портрет клиента кофеин формата to go – это человек, который по пути или в рабочий перерыв решил взбодриться порцией эспрессо. Также студенты и поклонники определенной сети. Вынужденное повышение цен на ассортимент может грозить снижением потока посетителей. Тем не менее, многие ценители кофе полностью не намерены отказываться от услуг кофеин. Исчезновение полного отрасли ждать не стоит. Понятно, что прибыль несколько упадет. Здесь уже много будет зависеть от конкретных бизнес-решений. Большинство игроков рынка разрабатывают альтернативные способы фиксирования цен. Например, уменьшение объема или замена расходного материала. Дельцы кофеин могут при росте цен на сырье, при увеличении затрат на логистику, они все равно могут не так сильно повышать стоимость. На рост цен кофейных напитков также повлиял ажиотаж. Руководители кофеин в страхе остаться без главного сырья начали массово скупать зерно. Поэтому полное закрытие сетей кофеин не планируется. Понятно, что раньше там была логистическая цепочка, там из одной стороны напрямую в другую. Сейчас проблема. Надо подключать еще дополнительно три страны, из-за чего соответственно цены будут увеличиваться. На данном этапе управляющие стараются стабилизировать процент вырученных денежных средств, чтобы приблизиться к исходному проценту окупаемости. Напомним, что Россия входит в число топ-20 стран по развитию культуры употребления кофе. Также ежегодно этот показатель увеличился на 2%. Надежда Казаева, Универньюз.